Вести Карачаева, Черкесия Вчера на центральной площади Карачаевска прошел траурный митинг в памяти генерала-майора авиации, героя России Кономата Хусеевича Баташева, который героически погиб, выполняя боевые задачи. В мероприятии приняли участие глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Максимцев, председатель Народного собрания Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, представители общественных организаций, духовенства, жители Карачаевска, сослуживцы, друзья, родные и близкие Кономата Баташева. Кономата Хусеевича провожали в последний путь со всеми воинскими почестями. Траурный митинг начался с гимна в Российской Федерации и Карачаево-Чрикесии, после чего председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Чрикесии Исмаил Хаджи Бердиев совершил обряд дуа. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента России генерал-майору Кономату Баташеву присвоено звание Героя России. Высокую награду, медаль «Золотая звезда», удостоверение Героя Российской Федерации, грамоту Героя Золотой звезды, родственникам вручил глава Карачаева-Чрикесии Рашид Темрезов. Во все времена мужество, отвага, честь будут в нашем отечестве главными ориентирами. К сожалению, спустя 77 лет с Великой Победой мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом, защищаем наши ценности за пределами России везде, где живут потомки Героев-Победителей. Кономат Баташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. В Москве по инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в эти дни проходит форум решения социальных задач. Его цель – внедрение в субъектах Российской Федерации национальной и социальной инициативы, направленной на создание условий для улучшения качества жизни человека с учетом его жизненной ситуации, ускорения и значительное улучшение качества социальных изменений. Карачаева-Чрикесию представляют заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова, министр труда и социального развития Руслан Шаков и министр здравоохранения региона Казим Шаманов. Необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы для детишек из Донецкой и Луганской народных республик. Уже с 5 июня откроются четыре загородных оздоровительных лагеря, а с 26 июня еще два лагеря. 6 июня начнется прием детей в школьные лагеря дневного пребывания, рассказал заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Да, мы все знаем, что у нас на территории республики есть люди, прибывшие к нам из Луганской и Донецкой народных республик. И, безусловно, у них есть дети, и эти дети также входят в приоритетную категорию детей, которые нуждаются в отдыхе. И поэтому, как только к нам поступят заявления от родителей о том, что просим предоставить путевку в тот или иной лагерь, конечно же, Министерство образования и науки Корочево-Черкесской республики через органы муниципальных управлений образованием пойдет навстречу, и эти дети будут обеспечены путевками. Я хочу сказать, что с 5 июня у нас открывают свои смены, открывают свои двери, загородные лагеря, такие как Селена, Гранд Виктория, Жемчужина Кавказа и Адель. И они готовы принять уже детей, поэтому добро пожаловать. Пенсионный фонд России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены в действующих и новых соглашениях между оригинальными отделениями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные в этом и в прошлом году по указам президента. Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и более детей, направлялась в пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения статуса многодетных родителей специалисты фонда делали запросы в органы соцзащиты, ответы на которые по действующему регламенту могут поступать до пяти рабочих дней. Оперативное обновление сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать обращения. Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам статус многодетной семьи является основанием для льготной оценки имущества. Таким семьям при определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье, транспорт и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет, рассказывает руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Джикезе Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, который работает в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Малокарачаевском районе при проведении земляных работ обнаружено оружие и боеприпасы. В отдел полиции обратился житель села Терезе и рассказал, что при проведении земляных работ на арендованном участке в полутора километре от села обнаружил предметы, внешне схожие с оружием и боеприпасами. Полицейские прибыли и оцепили место, обеспечивая охрану до прибытия саперов. При визуальном осмотре предварительно было установлено, что найденные предметы являются РПГ-7 и четырьмя выстрелами к нему семью-десятью-семью боеприпасами к подствольному гранатомету и частью винтовки. На боеприпасах имелись следы ржавчины, и в связи с высоким риском самопроизвольной детонации они были оставлены на месте. РПГ и части винтовки изяты направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. При осмотре места происшествия обнаружены и изяты еще две канистры, предположительно с патронами в количестве более 1 тысячи штук. Не менее 300 жителей различных регионов страны, в том числе 10 жителей Карачаево-Чикеси, попали в сети двух аферистов – 36-летнего иностранца и 21-летнего россиянина, один из которых выступал в роли работодателя, а второй – медсестры. Мошенники были задержаны в Москве. Они разместили в интернете объявления о поиске водителей со стажем. С кандидатами общались по телефону. Псевдонаниматель просил медицинскую книжку. Если таковой у кандидата не было, он предлагал свою помощь. Мол, есть свой человек, который все оформит за 2500 или 2700 рублей. Далее в разговор вступал подельник, который при общении менял голос на женский. Лжи-медсестра, заранее узнав, из какого города звонит человек, сообщала адрес медучреждения, найденный в интернете, куда должен будет прийти гражданин, но только после оплаты ее услуг. В надежде получить работу, потерпевшие перечисляли деньги на счет мошенников. Возбуждено уголовное дело. Иностранец заключен под стражу. Его подельник находится под подпиской о невыезде. Карачаево-Черкесия присоединится к всероссийской акции «Марафон зеленых действий», в рамках которой пройдет серия экологических акций, в том числе в формате субботников. Центральным мероприятием станет экологическая акция, которая пройдет 5 июня в Архызе с участием более 250 человек. В ее рамках будет убрано одно из наиболее популярных мест отдыха жителей Карачаево-Черкесии, а также гостей региона Софийская поляна. Кроме того, волонтеры пройдут на экоэкскурсию по маршруту на водопад Белый. В общей сложности в мероприятиях «Марафона» планируется участие более 5000 жителей республики. Курортные зоны республики готовятся к летнему сезону. Специалисты Тибердинского нацпарка проводят маршрутную ревизию. Они проверяют благоустройство, освежают маркировки, дополняют информационные и навигационные знаки. Но, пожалуй, самая сложная часть работы – расчищение завалов. Впрочем, некоторые туристские маршруты уже открыты. Среди них водопад Шумка, Джамагатские нарзаны, Ганачхирское ущелье, Чучхурские водопады, ущелье Аманауз, до каньона Чертова Мельница, маршрут до Алибекского водопада, Бадугские озера и Кругозор Семенов-Баши. На туркарту в скором времени добавят еще две новых тропы. Информация о них появится на официальном сайте Тибердинского национального парка. На базе Индустриально-технологического колледжа прошло торжественное вручение свидетельств по профессии автоэлектрик-диагност. Выпуск был первый, и долгожданные свидетельства получили 16 юношей. Профессия автоэлектрик-диагност стала одной из самых востребованных в России. В этом году на самом крупном рекрутинговом портале страны более 10 тысяч работодателей заявили о вакансии автоэлектрика. При среднем уровне заработной платы от 60 тысяч рублей в месяц, это по официальным данным. Специалистам-автоэлектрикам необходимо знать устройства машин разных марок и моделей, их электросистем и уметь работать с современными диагностическими устройствами. Четыре школьника Карачаева-Чекези стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон» для старшеклассников. Это учащиеся 19-й гимназии Черкесской Эдуарда Ичепшева и Анастасия Брянцева, Сабина Тугова из 5-й гимназии республиканской столицы и Самира Бачаева, ученица села Привольного Прикубанского района. Конкурсные испытания проходили в два этапа. На первом отборочном дети сдавали дистанционное тестирование. В финале, который состоялся уже в очной форме на базе среднепрофессионального колледжа Северокавказской государственной академии, участники писали эссе, решали практические задачи, разбирали реальные кейсы и участвовали в «Блиц-игре». В целом, за победу в «Финатлоне» боролись более тысячи школьников из Карачаева-Черкесии. В финал прошли 65 учеников 8-11 классов республики. Ну и последняя информация. Более 80 юных спортсменов приняли участие в турнире «Кубок Черкеска по боксу» в состязаниях, посвященных столетию Карачаева-Черкесии, соревновались спортсмены нашей республики, соседних регионов, а также Донецкой Народной Республики. Четыре дня юные боксеры провели не только на ринге, но и знакомились с культурой и традициями народов Карачаева-Черкесии, общались друг с другом и катались на лошадях. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь и град, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров. Местами по республике высокая пожароопасность 4 класса, температура воздуха от 28 до 33 градусов тепла, в горах местами плюс 18-23, в Черкесске днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 33. В республиканской столице также объявлена высокая пожароопасность 4 класса. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!